Наверное, у каждого человека есть приятные воспоминания из детства. Например, летние каникулы, которые, казалось, длились бесконечно. Или Новый год, который приходилось ждать целую вечность. Но с того момента, как мы взрослеем, что-то меняется. Теперь время летит с огромной скоростью, а недели и месяцы исчезают, словно их и не было. Это ускоренное путешествие во времени, не только результат появления обязанностей и забот взрослой жизни. Согласно нейробиологическим исследованиям, люди старшего возраста действительно воспринимают движение времени быстрее, чем в детстве. Это неприятная особенность и делает нашу жизнь такой занятой и торопливой. Существует несколько теорий для объяснения ускорения восприятия времени с возрастом. Одна из них предполагает, что течение времени связано с количеством новой воспринимаемой информации, которая обеспечивает связь внутреннего и внешнего мира через работу наших органов чувств. Дело в том, что сталкиваясь с новыми ситуациями, наш мозг записывает более подробные воспоминания. При этом, чем больше информации получит мозг, тем медленнее для нас течет время. Например, если вы впервые передвигаетесь по незнакомым местам, то путь кажется намного длиннее, чем когда вы пройдете по нему, уже зная все детали. Во втором случае вы с удивлением можете обнаружить, что идти, оказывается, совсем недалеко. Из-за большого количества новых стимулов нашему мозгу требуется больше времени для обработки информации. Поэтому периоды времени в детстве кажутся длиннее. Этим же можно объяснить замедленное восприятие движения, о котором часто сообщается в моменты экстремальных ситуаций. Например, перед аварией. Незнакомые экстремальные обстоятельства для мозга, означают, что ему нужно преобразовать и сохранить большое количество новой информации. Существует также гипотеза, что основной причиной замедленного эффекта в чрезвычайных ситуациях может быть переход в другой режим сознания. Поскольку есть много разновидностей измененных состояний, в которых течение времени резко замедляется. Так или иначе, но способность замедлять восприятие времени увеличивает наши шансы на выживание в экстремальных ситуациях, предоставляя больше времени для подготовки и реагирования. Стоит отметить, что ни одна из предложенных теорий об ускоренном восприятии времени не связаны с его реальным ускорением. Несмотря на то, что нам иногда кажется, что в сутках уже не 24 часа, а намного меньше, такое восприятие времени относится лишь к индивидуальным субъективным ощущениям. Тем не менее, согласно последним наблюдениям, Земля действительно стала вращаться быстрее. По данным Международной службы вращения Земли наша планета увеличила скорость, установив новый рекорд. В этом году было установлено, что Земля совершила оборот вокруг своей оси, на 1,59 мс быстрее. За точной продолжительностью суток следят с середины 20 века, когда появились атомные часы и было установлено всемирное координированное время. Фактически, оно почти никогда не совпадает с астрономическими измерениями, всегда есть отклонения в доли секунды. Причем ранее земные сутки становились длиннее, и с 1972 года к ним приходилось добавлять дополнительную секунду, чтобы привести стандарт в соответствие с реальной ситуацией. Но с 2016 года ускорение вращения Земли стало тенденцией, и у науки пока нет объяснений для причин этого феномена. Среди факторов, которые могут влиять на ускоренное вращение, называются глобальное потепление, таяние ледников в полярных зонах и распределение масс, а также чендлеровское колебание, колебание оси вращения Земли относительно ее поверхности. Если планета продолжит ускорение, то в 2026 году, разница приблизится к критической и составит 0,9 секунды. Это, вероятно, приведет к тому, что впервые в истории нам придется убавить суточное время на одну секунду. И хотя люди не способны воспринимать такие незначительные изменения, ускорение вращения планеты может стать проблемой для устройств, которые синхронизируются с серверами точного времени, компьютеров, систем связи и навигации. Например, разница во времени всего в половину миллисекунды, даст отклонение для спутника GPS на экваторе в 26 сантиметров. Возвращаясь к ускоренному восприятию, стоит упомянуть, что физики до сих пор не могут описать фундаментальную природу времени. Строго говоря, это только интуитивно понятная мера последовательного и непрерывного изменения окружающей реальности. С 1905 года, с появлением специальной теории относительности Эйнштейна, стало понятно, что категория времени связана с пространством и изменяется в зависимости от относительного движения или гравитационных сил объектов внутри него. И все же модель пространства-времени не объясняет последовательности событий, хотя может описывать измерения времени и пространства, изменяющиеся от одной точки к другой. Согласно этим описаниям, наша Вселенная представляет собой единый блок пространства-времени. Причем ни один отрезок времени не выделяется физически как настоящее. Как сказал сам Альберт Эйнштейн, физики знают, что различие между прошлым, настоящим и будущим – всего лишь упорно сохраняющаяся иллюзия. Еще до Эйнштейна великий австрийский физик Людвиг Больцман, основатель статистической механики и молекулярно-кинетической теории, также подвергал сомнению идею о том, что время имеет направление. Для Вселенной два направления времени неразличимы, так же как в пространстве нет верха и низа. Тем не менее, для человека категории прошлого и будущего тесно связаны с понятием времени. И хотя для физики величина времени является лишь измерением, наше познание о его скорости строится на скорости протекания жизненных процессов. Многие из нас стараются заботиться о продолжительности жизни, занимаясь спортом и используя органические продукты. Однако для увеличения количества времени, которое мы воспринимаем, разумнее использовать и другие способы, расширяя наше восприятие. Согласно исследованию ученых Дартмутского колледжа, необходимо изучать что-то новое и добавлять больше разнообразия в нашу жизнь. Воздействие новых впечатлений, регулярная смена обстановки и постоянное обучение, дают возможность воспринимать течение времени более замедленным. Суть в том, что получение новой информации, создает новые нейронные связи в мозге. Они создаются по мере того, как окружающий мир воздействует на наши органы чувств, посылая электрические сигналы в мозг. Если же рецептор нейрона мозга продолжительное время неактивен, он исчезает, оставляя место для появления других рецепторов, которые часто используются. Устойчивые синаптические связи базируются на пережитом опыте. Если модель окружающего мира соответствует уже имеющейся в синаптических связях информации, то электрические импульсы пробегают по ним быстро и легко. Это формирует ощущение, что вы уже в курсе происходящих вокруг вас событий. Именно поэтому, когда мы погружаемся в привычные повседневные дела, то дни, недели и даже годы начинают для нас протекать стремительно. Однако если получать новую информацию, которую наш мозг должен воспринимать и обрабатывать, то течение времени субъективно будет замедляться. Хороший совет состоит в том, что нужно чаще менять обстановку и учиться чему-то новому. Например, путешествуя или изучая иностранные языки. Подписывайтесь на канал и в инстаграм.